Всем привет, вы на канале Кайпал, на этом канале мы снимаем паладинс, и я часто слышу от людей, которые играли в овервотч, либо же играют, что паладинс это помойка, это дешевая копия овервотча, и вообще паладинс для бомжей, так сказать, игра для бедных, потому что он бесплатный, хотя я считаю то, что это плюс, нежели минус. И я решил взять и выделить минусы овервотча, почему овервотч в данный момент, в данный именно момент, хуже, нежели тот же паладинс. Я выделил 7 пунктов, если вы с ними не согласны, то пожалуйста напишите в комментарии, будет приятно с вами подискутировать, только пожалуйста обосновывайте свое мнение, не надо писать ты долбоеб, овервотч хорошая игра, а паладинс говно. Наверное, первый пункт, из-за которого я считаю то, что овервотч уже скатился, либо скатывается, как вам удобно считать, это онлайн. Онлайн овервотч снизился за последние годы, хоть Blizzard и не публиковала никаких точных данных, но все же в 2018 и 2019 компания упоминала, что количество игроков в овервотч немного снизилось. Отмечалось, что разница не столь велика, чтобы это послужило поводом для беспокойства. Однако, уверенности в таких словах у нас нет, ведь конкурентную статистику разработчики хранят в строгой тайне. Например, онлайн паладинсов можно проверить, там в стиме около 10 тысяч человек в нее играют, в Epic Games я к сожалению не помню какие данные и вообще я не уверен, что они достоверны. Вот со стимом я могу с уверенностью сказать, в стиме паладинс играют около 10 тысяч человек, а игра на секундочку кроссплатформенная, то есть также в нее играют и с PlayStation и с Xbox. Ладно, давайте продолжим говорить про овервотч. Чтобы сделать определенные выводы о динамике онлайна, достаточно отследить зрительский интерес со времени релиза. В мае 2016 года, когда овервотч только вышел, игра ожидаемо заняла первую строчку по просмотру на твиче. Через месяц, когда шумиха поутихла, овервотч сместился на 5 место со средним показателем около 54 тысяч зрителей. В этом же году вышел и паладинс, паладинс попал в топ 10 игр стима по онлайну, но он все равно отставал от овервотча. А хотите вот прям интересный вот и факт, я не знаю об этом кто-нибудь говорил уже из блогеров, которых вы смотрите. Если нет, то будет приятно, если вы узнаете это чисто от меня. Так вот, в 2017 году, несмотря на перемещение профессиональной сцены в Blizzard Arena, игра потеряла половину зрителей прошлого года. К осени 2017 у овервотч осталось лишь около 21 тысяч зрителей. Вы понимаете, почти в два раза уменьшилось количество. Это было прям максимально интересно за этим наблюдать, когда Blizzard сказала, что игра увеличила свой онлайн. Не знаю, как вы на это отреагируете, но мне кажется, что Blizzard просто пиздоболы. Второй пункт. Обновление. В прошлом году состоялся анонс овервотч 2, все же мы это знаем, но фанаты все равно большую часть года жаловались на мертвую игру. Одна из причин отсутствия нового оригинального контента. Комьюнити холодно принимало каждое новое событие, поскольку разработчики год за годом предлагали все те же практически неизмененные режимы с лимитом времени. Обновление это реально больная часть овервотча. Там редко выходят персонажи, редко выходят карты, даже сами по себе карты редко перерабатывают. Когда разработчики, ну, плизы, переработали несколько карт и добавили новых персонажей, они решили, что это уже что-то глобальное, нужно создавать новую игру, назвать ее овервотч 2. Я не знаю, правильно это или нет, но с точки зрения хайпа, это да, это правильно. Но старые фанаты, я считаю, разочарованы, так как весь их прогресс, вот эти все их уровни, они обнуляются. То есть во второй части тебе дадут эксклюзивные скины, так как ты играл в обычный овервотч, но не более того. Можно смело утверждать, что большинство людей бросили игру именно из-за нехватки нового контента. Третий пункт. В прошлом году, когда профессионалы неделю за неделю играли только через ГОДС, это стратегия с тремя танками и с тремя хиллерами, это вряд ли побуждало у кого-то заходить в игру. На самом деле, все время, что ГОДС оставалась преобладающей метой, люди жаловались, что она слишком скучна и для просмотра, и для игр. Весь прикол ГОДС в том, что хиллеры вовремя прожимали свои обилки, чтобы хилить, либо же давать какие-либо другие бафы, скорость и так далее. Четвертый пункт. Четвертый пункт. В четвертом пункте я решил вынести такой минус, как овервотч 2. Почему же я решил овервотч 2 сделать минусом овервотча? А дело в том, что как только выйдет овервотч 2, все люди, которые играли в первую часть этой игры, перейдут само собой во вторую часть. Но будут по-любому люди, которые не захотят переходить во вторую часть овервотча. И эти самые люди будут тратить очень много времени, пока найдется катка, потому что онлайн еще сильнее снизится. Онлайн и так сейчас не на подъеме, но как только выйдет овервотч 2, а выйдет он в ноябре, если я не ошибаюсь, онлайн упадет еще сильнее. А возможно из-за невыгодности поддержки серверов овервотч вовсе закроют. В общем, как-то так. Я позже сниму видос о минусах паладинса, они там есть. Я затрону баги и прочие проблемы этой игры, такие как пинг, ну и так далее. Подписывайтесь на этот канал, напишите в комментариях о минусах овервотча, которых я не упомянул, но которые есть. Только, опять же, пожалуйста, обосновывайте. Не нужно писать овервотч говно, потому что там нет скинов с купальниками. Хотя они вроде бы были там, нет? Ладно, спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok